Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границе. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня востоковед, исламовед, политолог Алексей Малашенко. Алексей Всеволодович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам также, звоните за рубежа код плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 6191. Сразу начнем с темы «Острые». Что касается ситуации на турецко-сирийской границе, операция под названием «Источник мира». Какие перспективы дальнейших военных действий на этой границе Турции и Сирии? Вы знаете, вы не первые, которые задают мне вот такой вопрос. На перспективах очень трудно судить. Сейчас это изображается как победа, как потрясающий успех России. Но понимаете, какая вещь? Ситуация – это самое главное. Вот в этом треугольнике между Сирией, Турцией и Россией не разрулена. Гражданская-то война в Сирии, по сути, продолжается. У Башара Асада, сирийского президента, огромное количество проблем. Я уж не говорю о курдах. Поэтому да, вот сейчас, ну какой-то наступил эпидемия, и слава богу, что не убивают людей. Но что будет дальше? Понимаете, ведь в этой ситуации кто-то всегда может сорваться. Да, есть военная полиция, есть чеченцы, есть сирийские войска, которые находятся. Есть, в общем, есть, в Сан-Турции. Но я не вижу пока окончательного договора. Это пауза, это перемирие. И не приведет Господь, если оно будет сорвано. А шансы такие всегда есть. И потом, понимаете, какая вещь? Когда вот у нас сейчас очень много говорят, что это победа России. Простите, а над кем победа? Над Эрдоганом, президентом Турции, если ему это сказать, то он набидится. Это скорее консенсус, это вынужденный консенсус. Дай бог, ему как можно дольше подлиться. Но решать эту проблему надо. И Сирии, и честность Сирии, и отношение Турции к Башару, и проблему курдов. Так что я думаю, что это очень долгоиграющая простенка. Ну, ситуация выглядит очень запутанной. Я вот выписала себе такие основные тезисы, которые я поняла. Но вы мне поправьте, если я не права. США и Турция – это члены НАТО и союзники по коалиции против ИГИЛ и режима Асада. Курды – союзники США в борьбе против ИГИЛ, а Турция воюет против курдов, которые теперь вынуждены обратиться за помощью к войскам Асада, против которого выступают США. Насколько это правильная интерпретация ситуации? Абсолютно правильная эта ситуация сумасшедшего дома. Я с ней полностью согласен. И кроме того, так если постараться слегка обобщить, идет гражданская война. Там, в Сирии, да? И у каждого участника этой гражданской войны свои интересы. Политические, социальные, экономические. Ну, хорошо, гражданская война – это плохо, но как-то ее можно, может быть, уладить. Но на это накладывается вот та самая многополярность, про которую сейчас все любят говорить. А полицов там целая куча. Та же Турция, та же Россия, та же Америка, та же Иран. Сейчас еще к этому добавляют Саудовскую Аравию. Ну, как в этом можно разобраться? Но есть какой-то ключик один, золотой ключик, как у Буракина. Или ниточка, за которую ты протянешь, и все станет ясно. Нет, я пока не вижу, чтобы эта ниточка где-то такое появилась. Это нормально, понимаете, я не хочу тут никого не обвинять. Но у всех участников внешних, как минимум, свои национальные интересы. И они не только, как бы, ну, как бы они гармонируют, а скорее наоборот. Поэтому, ну, как бы, это будет. Насколько справедлива простая трактовка, которую приходится слышать по отношению к России, которая, опять же, если верить официальным заявлениям, победила в Сирии ИГИЛ и, в общем-то, выполнила свою задачу в этом смысле? Вы знаете, если говорить конкретно об ИГИЛе, ну, его все победили. Ну, посмотрите, ну, что такое ИГИЛ на фоне одной коалиции, второй коалиции, даже третья была коалиция, чисто арабская, но она не состоялась. Потом Россия, это ВКС, это танки, это профессионально подготовленные к этому люди, это ИГИЛ. Ну, его победили, но, скажем, победили ИГИЛ. Но ИГИЛовцы остались и очень хорошо себя чувствуют. И в Сирии, и на Ближнем Востоке, и в Ливии, и в Африке, и в Сомали, и в Афганистане. Поэтому победили конкретную, скажем, контору, конкретный феномен. Вот сама идея исламского государства, это на весь 21 век, это будет появляться регулярно. Поэтому, да, давайте праздновать победу над ИГИЛом, но думать, что на этом все кончилось, никогда. Потому что сама идея исламской альтернативы и исламского государства. Ну, давайте жить не по-западному, не по-восточному, а по-исламски. Может быть, так будет лучше. Это на века, и это мы еще неоднократно увидим. То есть, можно ли говорить о том, что сейчас вот эта побежденная структура ИГИЛа, она просто находится в стадии перегруппировки, по сути? Думаю, что да. Думаю, что да. А самое главное, не побежденная идея. А вот идеи, ну, вы сами знаете, как опасны идеи, в том числе утопические. А это вот тот самый случай. Можно ли сегодня назвать Россию главным посредником в переговорах между Курдами, Ассадом и Турцией, как говорят и пишут? Ну, я бы так не стал. Торопиться, потому что посредником можно быть бесконечно долго. Вот посмотрите Южный Кавказ. Там Азербайджан и Армения, и Россия тоже посредник. А по сравнению с Ближним Востоком, тут посредничество куда сложное. Поэтому, да, хорошо быть вот таким медиатором. Хорошо быть фактором, который сдерживает напряженность. Но как выкрутиться из этой ситуации, к чему может привести посредничество, это большая тайна. На ваш взгляд, все-таки, можно ли говорить о возвращении России после Советского Союза на Ближний Восток и говорить о том, что сейчас Россия является самой влиятельной страной в регионе, которая очень активно влияет сейчас на процесс? Безусловно, это даже не возвращение, это приход. Понимаете, вот все время хочется сравнивать. А вот Советский Союз был великим, и мы теперь тоже велики. Это не возвращение, это качественно новый приход. Вспомните, ведь, кстати говоря, Советский Союз там появился, ну так скажем, в 55-м году. И участвовал во всех гигантских войнах, которые были на Ближнем Востоке. Россия пока что на сегодняшний день действует активно в Сирии. Действительно, активно временами, успешно временами нет. И для России сам Сирия – это символ присутствия на Ближнем Востоке. Если Россия есть в Сирии, значит, она есть и на Ближнем Востоке. А сопоставлять российское влияние с ее же влиянием в Ливии, в Египте, надо было бы некорректно. Это не Советский Союз, который действительно был и партнером, и союзником той же Ливии. Египта, Сирии, Йемена, Ирака и так далее. Это разные величины. Она вернулась, вернулась, ой, простите, а не вернулась, а вошла – вошла. Флаг подняла – подняла. База есть – есть. И посмотрим, что дальше. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Что касается Сирии, можно ли сегодня назвать основные силы противоборствующие там? Можно, но нам для этого не хватит времени. Там примерно, ну, так, на вскидку 15, если не больше разных организаций. Если делить очень условно, это получается Башар Ассар – президент, это получается светская оппозиция не очень сильная, это получаются, ну, минимум два варианта исламистов – это радикальные и уверенные. Ну, а если быть более обстоятельным, то, вы знаете, мы очень далеко уйдем, и я не шучу, когда говорю, что не хватит времени, потому что у каждого из этих четырех направлений, движений, есть свои особенности, и внутри них тоже происходит противоречие. Что касается религиозного фактора, насколько он важен в сирийском конфликте, если можно так поставить вопрос? Более чем важен, причем он важен, я бы сказал, по горизонтали и по вертикали. Когда я говорю по горизонтали, я имею в виду сунитов и алавитов. Ну, там кто-то говорит, что это шииты, кто-то говорит, что это какие-то непонятные шииты, но так или иначе, это в общих чертах – суннизм и шиизм, это по горизонтали повторю. А по вертикали – это исламисты, экстремистские, радикальные, умеренные и так далее. Ну и, наконец, простите меня, все-таки при Башаре, пока все было нормально, это было для государства. Поэтому это лишнее поле противоречий религиозное. И очень просто. Вот как раз говоря об алавитах, ведь существует такой стереотип, что это недомусульмане, и, соответственно, к ним есть соответствующее такое отношение со стороны традиционных ветвей. Есть такая проблема, действительно? Вы знаете, я думаю, что это проблема надуманная, потому что в исламе такое количество ответвлений разного. Но даже если взять и тот же суннизм, там четыре масхада, четыре толпы. Алавиты – это все-таки шииты, как бы к ним не относиться, и, простите меня, а что там делает Иран? Он поддерживает шиитов, то есть алавитов. А то, что они вот не такие шииты, которые бы кому-то хотелось, это уже сам частности. Там есть Иран? Есть. Почему? Потому что там шииты. Почему шииты и сунниты не могут договориться? Почему это настолько серьезный конфликт вызывает их в трактовке? Очень хороший вопрос. Это началось, простите меня, в седьмом веке. Тоже долго рассказывать, не хватит никакой передачи. Но в двадцать-то первом веке, казалось бы, ну шииты, сунниты, господи, ну, там есть там, не знаю, там компьютер, живой телефон, а вы все выясняете про суннитов и шиитов. Вот выясняется, что вот такая традиция очень непростого религиозного общения и противостояния, она очень сильна. Посмотрите на Саудовскую Аравию и Иран. Да, политика, да, нефть, но каков фактор шииты-суннитского противостояния? Понимаете, ведь сам мир меняется, а не так быстро, как мы хотим. И в данном случае вот этот шииты-суннитский конфликт, он как раз и является тому свидетельством. Но можно ли говорить сегодня о том, что вообще религиозная составляющая в двадцать первом веке, при наличии технологий и современной медицины, она все-таки начинает доминировать? Ведь в России мы тоже наблюдаем усиление православия, например, и усиление церкви. Вы знаете, что я бы не сказал, что она начинает доминировать. Может быть, вы со мной не согласитесь, но составляющая была всегда. Никто ее не отменял. Религия и политика неразделимы, как бы ни хотели заниматься секуляризмом, то есть перед сном и ранним утром. Без религии, ни в обществе, а значит, и в политике не обойтись. Но что такое религия? Есть вера, вот ты веришь в Бога, и все, это твое частное дело. А есть, собственно, религия. Религия, созданная людьми. Религия – это прежде всего идеология сейчас. Это та идеология, которая направлена на решение светских, мирских проблем, и особенно политических. В исламе, кстати говоря, это намного честнее, чем в христианстве. Там никогда не было деления и политики. И мы в этом будем жить во всем 21 веке. И не надо думать, что вот сейчас мы повзрослеем, поумнеем. Ну, как говорили раньше, что Бога нет, и все будет хорошо. Нет. Там каждый верит в своего Бога. Но политика и религия – это настолько совместимо. И религия настолько превратилась в идеологию. Это мы знаем по всему Ближнему Востоку, по Ватикану, по России, наконец. Ну, надо же, в общем-то, это признавать. Вы в одном из интервью говорили об исламизации Европы. В чем можно назвать суть этого процесса? Какие последствия и насколько они близки? Вы знаете, конечно, исламизация – это достаточно эффектное слово. Но если мы посмотрим на совокупность европейского населения, там минимум, с учетом Балкана, это примерно 43-44 миллиона мусульман. Но если мы посмотрим по странам, абсолютно точно статистики нет. Это Германия – 4 миллиона, это Франция – почти 5 миллионов. В Англии, в Италии – полтора и люди мусульмане. Вот мы говорим про адаптацию, они уже европейцы не стали, на итальянках женились и так далее. Это далеко не так. Они пытаются жить в Европе, принимая европейскую технологию, но жить по-своему. И таких примеров достаточно проекции по Европе и побродить по мусульманским кварталам. Там где-то это Алжир, где-то это даже Иран, где-то это Турция и так далее. Не получается адаптации. Понимаете, можно адаптировать алжирца, ливийца, но мусульманин не адаптируется. Там совсем другая философия, совсем другая деятельность. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами, это программа «Абонент доступен». Мы продолжаем, это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Алексей Малошенко, востоковед и сломовед и политолог. Здравствуйте еще раз, Алексей Всеволодович. Еще раз здравствуйте. Телефон на прямого эфира 6М2 12 93 9 и 6М2 13 93 9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 230 6191. Вот вы как раз сказали о том, что религия – это, в принципе, по большей части идеология. На ваш взгляд, почему религия так востребована? Ведь речь все-таки идет об иррациональных вещах. Она рассказывает о том и призывает верить в то, что мы не можем доказать. Но, тем не менее, много людей действительно подчиняются этой идеологии, можно так сказать. Вы знаете, если мы посмотрим на ислам, на Ближний Восток, поставьте себе на место мусульманина. Понимаете, какая вещь? Ну, разочарование. В западных ценностях, еще в ценностях, ощущение комплексной полноценности. А почему бы не попробовать жить по-исламски? По-исламски. Поскольку, вот я уже только что говорил, что ислам – это все, это образ жизни. Это и политика, и экономика, и общественные отношения, и социальная справедливость. Вот и давайте. И тем более, что это, простите меня, исламская. Это нет как вот там Карла Маркса, не приведи господи, или от Ленина. Это от Аллаха, это от пророка Мухаммада. А уж там-то люди не ошибаются, правильно? Поэтому вот давайте попробуем. Я вам заранее могу сказать, что это утопия. Но в эту утопию люди верят, и их надо за это уважать. А если мы посмотрим дальше, скажем, на Европу, на, скорее, западную Европу, где есть мусульмане, они как бы благодаря вот этому исламско-миграционному импульсу вдруг почувствовали, а нам что-то угрожает. А вот вы посмотрите, как мусульмане отстаивают себя. Почему нам не обратиться тоже к религии? А христианство, это что по-вашему? Это великая религия. И почему мы должны выслушивать и приспосабливаться к каким-то мусульманам, которые к нам приехали? Отсюда, между прочим, один из факторов роста влияния вот этих радикалов, популистов. И правых, и левых. Поэтому мы не можем сбрасывать это со счетов. А посмотрите на Россию, полная политизация, полная поддержка власти. Это, знаете, я бы так сказал, что с одной стороны православие все больше и больше становится инструментом власти, но и само оно обретает власть и популярность. Все очень непросто. Очень непросто. Но так или иначе, нам с этим жить. У нас взгляд, все-таки, если говорить о России сегодня, потому что есть такое мнение, что отношение к Владимиру Путина, оно такое сакральное, почти религиозное. Потому что, когда говорят о коррупции, подразумевают чиновников, даже чиновников высокого уровня, но никогда, практически, если говорим о массовом сегменте, Владимир Путин как бы над ними. Это тоже некие последствия религиозного восприятия, когда человека наделяют чем-то божественным? Ничего общего. Вы знаете, это российская политическая культура, которую мы помним еще, не знаю, с Ивана Третьего, и которой повторялась вся русская классическая литература. Попросту говоря, хороший царь, плохие бояре. Мы на этом уровне и остались. Вот и все. Это политическая культура, это очень важно. Она так мало меняется, что, простите, нам от этого никуда не нужно. Но первые после бога, как говорили про капитанов подводных лодок, нет восприятия президента и царю? А потом, понимаете, какая вещь? Если да, у нас плохое правительство, это плохо, то плохо, но хоть президент у нас хороший, значит, мы-то кто сами? А в него мы верим. Это все очень просто. Ну, Путин, раз уж мы о нем заговорили, встречался недавно с Эрдоганом. Насколько это может повлиять как раз на урегулирование турецко-курдского конфликта? Мороженое ели. А вы все о том же. А вы все о том же. Мы уже к религии перешли. А вы все о том же. Вы знаете, я считаю так, что у Путина очень, ну вообще у России очень непростое положение, потому что все время сам крутится в этом треугольнике, сам Россия, Турция и Курды, а тут еще и персы, огромный фактор. Выбрать Путин не может. Выбрать Кремль не может, потому что это невозможно. Поэтому все время компромисс, все время посредничество, все время уговоры. Это очень тяжелая и очень трудная работа. Где-то она получается, где-то нет. Но выходы из этого я пока не вижу. Вот так и надо метаться. То туда, то сюда. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Что касается Трампа, администрация Трампа наложила экономические санкции на Турцию из-за нападения на курдов. Что касается американской роли в этой военной операции, насколько она велика? Я бы ее не преувеличил. Вы понимаете, какая вещь? Для Америки и лично для Трампа вся эта сирийская афера, она не принесет ему ничего хорошего. Кстати говоря, большая часть американского общественного мнения, она против того, чтобы там американцы оставались. Да и непонятно, там они не то остаются, не то они уходят. Но вообще, мусульманский мир, это тот мир, где у американцев получить большие дивиденды не получается. Впрочем, так же, как у нас, вот посмотрим, чего будет сильнее дальше. Поэтому, если исходить из какой-то нормальной логики, да даже из трамповской логики, надо уйти, и пусть Россия разбирается с этими курдами, турками, башаром и всем прочим. Это хороший ход, но это где-то еще для каких-то американских политиков, ну как же так, получается, что мы проиграли. Да не проиграли они, я считаю. Но с этого ничего нельзя, простите, не приметь никакого циниса, я бы так сказал. Ну и пусть Россия занимается. Это, в общем-то, такой подход достаточно, я бы сказал, сам циничный, логический. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Ларис. Вот я хотела спросить, сейчас в России строят очень, вернее, решили строить во многих больших городах мечети. А как вы думаете, не начнется после этого нападение на мечети, тем более, если они будут их строить на вместо каких-то парков или еще чего-то такое. Есть такая возможность? Есть или нет? Спасибо. Да. По поводу возможностей я не знаю. Но вот очень хороший вопрос в том плане, что действительно строительство мечети в России, это вызывает отторжение у населения. Это однозначно даже в Москве. Ну, представьте, у нас по разным данным в Москве от полутора до четырех миллионов мусульман. Я думаю, что около двух, ну, разные говорят. Но, тем не менее, представьте, четыре, ну, максимум пять мечетей на всю Москву на два миллиона человек. Это что? Как к этому относиться? А то, что препятствовали строительству мечетей, я вам могу привести очень много примеров, а просто у нас нет времени. Ну, например, кажется, во Владивостоке проблема была в том, что мечеть по расположению на местности оказалась выше церкви. И прикрыли это строительство. Все очень непросто. Вот вы правильный вопрос там задаете. Я не думаю, чтобы там жгли, взрывали и так далее. Но это не самая простая проблема. Но у людей есть склонность невольно, может быть, или умышленно ассоциировать ислам и терроризм напрямую. Насколько вот распространена эта проблема? А нас так воспринимали, понимаете? Вот последняя пропаганда. А, ты мусульманин, ты, значит, у тебя та же вера, что и у Бен Ладена? Ну, вот посмотрите, как была пропаганда. Все время. Ах, ислам, значит, да, конечно, ислам, религия, мира. Но все-таки, вот понимаете, какая вещь? В самом мусульманском мире террористов подавляющая часть не любят. Почему? Как минимум потому, что они провоцируют антиисламское настроение. Хотя вот эти террористы там проклятые, которых надо самотлавливать. Вот как ни смешно, может им не верить, может и не верить. Это фанатики. Это по-своему очень честные люди, которые жертвуют жизнью. И все разговоры о том, что вот он там заплатили, он пошел, что-то взорвал, дай бог, чтобы было так. Если он так заплатил, то я заплачу больше, чтобы взрыва не было. Это фанатики. Это как Ленин, знаете, только исламский. Но каким образом исламскому государству удается так, ну, скажем, наверное, искусно манипулировать мусульманами по всему миру? Понимаете, во-первых, про исламское государство, вот то, которое было, ИГИЛ, ну, мало кто толком знает чего. Я имею в виду обывателя, даже мусульманского. Во-вторых, это все-таки красиво. Исламское государство, наше государство, где господствует шариат, и куда все съезжаются со всего мира, чтобы его поддержать. А в этом исламском государстве был такой момент, который у нас как бы, у нас на Западе, во всяком случае, в печати массовой, об этом не пишут. Что я имею в виду? Есть радикалы. Вот они хотели радикальными методами построить государство. И, в общем, они что-то там построили. Систему медицинского обеспечения, образования, там зарплата была. Они хотели построить, то есть создать радикалы. А были экстремисты, которые говорили немедленно, давайте быстрее, быстрее, все любой ценой, давайте резать головы. Между этой публикой, между радикалами и экстремистами огромная разница. Те хотят, те работают на уничтожение, а эти по-своему конструктивные. И вот когда говорят о том, что популярно было исламское государство, ну хотели люди чего-то сделать, но им помешали. А представьте себе, что вот там не было бы России, не было бы коалиции, так ведь построили бы. И они бы сами потом, вот эти вот радикалы, которых все проклинают, они бы боролись против экстремизма, потому что экстремизм никому не нужен. Вот в чем проблема. Там, я бы сказал, что все поинтереснее. Вот посмотрим, какой будет другой вариант этого исламского государства. Ну там где это будет, там Ливиас, Самари, не знаю где. Но где это будет? Вот посмотрим, как они научились почему-то и не будут вот такими методами пользоваться. Ну вот есть версия, что исламское государство было создано на основе разбомбленных офицерских составов Саддама Хусейна, партии БААС в частности. Вот насколько это соответствует действительности? А там, там были все. Это совершенно нормально. В это государство шли, вот в эту систему люди, разочарованные по всему миру, но надеющиеся на то, что ислам их последний шанс, вот в этом виде. Кого там только не было. Там, простите, по некоторым данным, там рекордное количество было из России, 4,5 тысяч. А вообще по постсоветскому пространству было больше 8, приехало тысяч. Это только боевиков, которые поехали сражаться. Но ведь кто-то их поддерживал здесь, кто-то давал деньги, чтобы они доехали, где-то они жили, вот и посчитайте. И те, которые ехали, например, с Северного Кавказа, вот чеченцы я знаю, они считали, что исламское государство это продолжение чеченской войны против России. Самые разные ребята, но вот они хотели вот так, по-исламски. Ну, что делать? А извините меня, когда после 17-го года коммунизм строили, там какой цены, там какие были жертвы, там какие жестокости. Так что исламское государство это не самое такое жуткое. Вы упомянули Чечню. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что чеченская война против России закончилась? Потому что, опять же, приходится слышать разные точки зрения, что поддерживается мир за счет огромных вливаний денежных, и если они прекратятся или сократятся, то, в общем, все может вернуться. Насколько Чечня стабильный регион сегодня? На 100% никакая чеченская война невозможна. Ну, а стабильность действительно покупается деньгами. Это однозначно. Ну, понимаете, сейчас мы будем углубляться в историю. С Чечней, вот тогда, в 1901-1902-1903 год, можно было договариваться. При всех минусах чеченских националистов и сепаратистов. Можно было. И уж во всяком случае, собрать грозные танками, это надо было догадаться. Это от очень большого ума, понимаете. И я думаю, что чеченцы после того, что было, более того, ведь сепаратизм поддерживал не меньшая часть. Ну, не меньше одной трети я был на этих самчеченских выборах, на войнах этих был. Ну, как бы вам сказать, ну, не было такого тотального желания и вреда независимости, не было. Ну, там люди просто хотели мира, были склонны договариваться, проклинали политиков и своих, и московских. Там все это было. Поэтому сейчас думать о том, что вот, денег не будет и будет еще одна война, нет. Никогда. Вот проблемы там, в самой Чечне, там, конечно, могут быть, это бесспорно. Но против России, по-моему, никогда. Рамзан Кадыров, на ваш взгляд, насколько оцененная или переоцененная фигура сегодня в российской политике? То есть, если не он, то никто? Или это такой уже создан такой образ? Вы знаете, вы меня провоцируете, я вам честно могу сказать. Я даже когда-то написал книжку о Рамзане Кадырове под названием российских политик кавказской национальности, где, в общем, пытался доказать, что, во-первых, Рамзан – это неизбежность. При всех, то есть, там, его проблемах. Что без Рамзана, без вот такого очень жестокого вождя, нет слова. И без его персональных отношений с Кремлем будет очень, очень непросто. И вот следующий ваш вопрос, по идее, должен был бы быть, а что после Рамзана? А что вместо Рамзана, вот если вдруг ему не удастся? А я не знаю. Понимаете, вот мы, вот то, что сейчас мы наблюдаем, происходит в Чечне, там, на верхних эшелонах, очень большое недовольство, очень большие противоречия. Но кто вот так вот жестко, жестоко, я бы сказал, будет держать Чечню после двух войн? Все-таки две войны, вы знаете, это что-то ужасное, эти вот войны. Я не знаю, поэтому поймите меня правильно, просто, вот посмотрите, ну так скажем, на карту. В Иране есть демократия, а там исламистский режим. Но выбор это есть, там реальная конкуренция, правильно? Посмотрите на Тунис, где были, там поначалу, исламисты, пусть умеренные, которые потом и проиграли. Значит, это совместимо. Но, с другой стороны, вот эта исламская, как бы сказать, исламская, ну не философия, но, даже не религия, а политическая идеология, вот этот вот исламизм, в общем тяготеют к авторитарному направлению. Совместить можно, но это очень непросто, честное слово. О, кстати говоря, а ваш любимый Эрдоган, он чего боится, что он проиграет на выборах? Ну, он не мой любимый, но да. Но, тем не менее, вы его часто упоминаете. Ну, он этого боится. Поэтому он там, как сам, какие-то перевороты пытался устраивать, наверное. Это что такое авторитаризм? Но, тем не менее, есть и какой-то демократический тренд. Так что, все не так просто. Но рост мусульман в христианских странах, он вызывает определенного рода националистические настроения. Если мы вспомним историю Андриса Бреевика, то он совершил в теракт, в частности, из-за ненависти к мусульманам. Вот этому противостоянию есть какой-то конец? Такие настроения, они неизбежны? Посмотрите, пошли. Вот это там миграция, мусульмане. Это движение народу, которое было, есть и будет. Там раньше монголы двигались, а потом испанцы, вот это Латинская Америка. Это неизбежные исторические процессы. И, конечно, они вызывают отторжение, боязнь и так далее. Но это нормально, мы в этом живем, понимаете. Это все равно, что жаловаться на перемены климата. Там сегодня солнце, завтра дождь. Будут народы двигаться, будут люди двигаться. Мусульмане туда, христиане сюда. Мы просто к этому не готовы. Это тоже нормально, потому что мы живем в нашем пространстве, в нашем культурном пространстве. И вдруг батюшки приехали. Аллах Акбар там со своим мечетями. Но это неизбежный процесс. Мы не поставим великую китайскую историю. Поэтому нужно что? Нужно приучаться к общению. Нужен диалог. Вот то, что называется диалог цивилизации. Безумно сложная штука. Безумно. Но мы без него никуда не денемся. Иначе будем резать друг друга. На ваш взгляд, все-таки опыт западных стран, которые, как это подавалось, экспортировали демократию в Ирак, Афганистан, он чему-то нас научил? Кого вас? Ну, я имею в виду сейчас в первую очередь и научное сообщество и политиков. Вы знаете что? Это, во-первых, неоднозначный процесс. Он меняется. То больше, то меньше, то вправо, то влево. В принципе, практика показывает, что там, где, скажем, вот эти вот мусульманские страны, мусульманские общества испытали на себе влияние европейцев, там более мягкие режимы, там вот есть какая-то демократия, пусть формальная, неформальная, там есть выборы. Если мы будем сравнивать с Центральной Азией, там не было этого влияния, там был родной Советский Союз. И за исключением Киргизии, сейчас там очень такие, я бы сказал, хорошие, прочные, ну, не прочные, может быть, но, в общем, такие, знаете, самые жесткие авторитарные режимы. Они могут двигать экономику, они могут проводить реформы. Посмотрите, как тяжело все происходит в Центральной Азии. Но и вот, опять же, исламодемократия, вот сам какой парадокс. Если это действительно демократия, то это допущение политического ислама. А политический ислам, он очень силен, он может прийти к власти повсюду. Что мы видели и в Египте, и в Тунисе, и так далее. И, кстати говоря, а кто такой Эрдоган? Это умеренный исламист. И не надо этого стесняться. Он сам прекрасно это знает. У него блестящее исламское образование. Он в этом сам хорошо ориентируется. И я помню, лет 5-6 тому назад, я был в Анкаре, и один сам политик, сам турецкий, достаточно известный, он бросил очень любопытную фразу в приватной беседе. Вы еще дождетесь турецкого хумини. А почему бы и нет? Там демократия. Но у них же был Ататюрк, которым они очень гордились, который сделал Турцию светским государством. Это очень умная вещь, вы говорите. Вот все, что сейчас мы наблюдаем, это реакция на забегание вперед Ататюрка. Кстати, какими методами он действовал? Он и Фески запрещал носить, и вообще, он боролся с исламом. Вот он боролся, 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 помер. А вот теперь идет возврат. Мы все ходим вокруг одного места. Понимаете, по кругу ходим. Если мы забегаем, то обязательно будет какой-то вот... То есть, мы сейчас стоим в этом смысле, Турция на пороге 79-го года в Иране, что ли, получается? Можно эти аналогии провести? Ну, я таких вещей сам не хочу сопроводить, но кто мог подумать, что, по-моему, в 1996 году, кажется, к власти придет чистый исламист Эрбакан. Уже забыли. А это учитель Эрдогана. И тогда, когда он пришел, то все говорят, ну, этого быть не может, это случайно, ну, что вы, Турция-то, Ататюрк? Ну и что? Вот умеренный исламист до сих пор. И ничего, живем, общаемся. То есть, в этом смысле мы стоим на пороге больших перемен, да, в исламском мире, можно так сказать? Я не знаю, на каком пороге мы стоим. Вот я вам только одно могу сказать. Вот исламская революция, 79-й год, да? Кому-нибудь в голову могло прийти, что при шахе Ирана, при мини-юбках, при этих тушниках там и чем угодно, будет хум-ли-ни. Это будет настоящее исламское государство. Кто-нибудь мог предвидеть, что Хамас, националисты, палестинцы, будет такое мощнейшее религиозное крыло? Кто мог предположить Бен Ладена? Кто мог предположить, что брат мусульманин будет президентом Египта? Кто мог предложить исламское государство? Предположить, вот это вот сейчас. И все остальное. Исламский мир, он по-своему непредсказуем. Но то, что религиозный фактор будет усиливаться, это точно. Как? Поживем и видим. Ну что ж. Да, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Исламовит и политолог Алексей Малашенко был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Вам спасибо за внимание.